всем привет дорогие друзья с вами леона и сегодня выпуская рубрику и not отвечает в которой я отвечаю на ваш вопрос который вы задаете в группе вконтакте на ю тубе и так далее но случилась большая неприязнь у меня грубо говоря и нет сейчас не работает и я могу лишь с телефона зачитывать некоторые вопросы потому что я их как бы открыл и не все к сожалению могу сейчас ну прокрутить вниз потому что и на это нет и не прокручивается самое забавное не писал человек пишет у тебя и на это есть игорю есть он блин сейчас проверю тогда у себя проверил и у меня почему-то не стало ошибенно с ним одним дом в одном доме и поэтому так произошло ну ладно что же поехали отвечать на вопросы первый опрос от егора блохина как ты думаешь когда ты пройдешь гтн 5 на 100 процентов ну судя по моему темпу я думаю что в ближайшем времени потому что там осталось вообще мало мало то есть четыре процента игры пройти хотя и четыре процента могут занять вообще очень много времени но все же придется постараться вот так если ям сейта санов спрашивает что ты будешь делать в гт 5 после того как пройдешь на сто процентов ну скорее всего будем заниматься какими-нибудь мифами интересными фактами о игре и так далее в игре просто очень большое количество пасхалок виталий зеленюк спрашивает пару вопросов ну как ты относишься к тому чтобы создать банду в рок-стар ну как только выйдет на пока мы определенно создадим бамбу банк бамбу и бум играть вместе в нашей бамби бамби енотов будешь ли ты проходить вечи докс ну давайте посмотрим сперва на игру потому что откровенно говоря вот последняя достойная игра от юбисофт за последнее время это и точнее дизайн хорошее играет юбисофт вот за последнее время которое не выпускает это было вот как раз южный парк вот все остальное что они делают это какой-то шлак а так как вы же докса это вот под их так сказать ну буду выходить под их имени можно сказать я думаю что юбисофт выпускает в еще докс ну в общем посмотрим на вы же докс потому что как-то очень сомнительно что ли я отношусь к этой затеи к этой игре потому что я не верю то что она будет вау такая крутая потому что юбисофт умеет пиарить игры умеет как бы выдавать конфетку на начальном этапе вот чтобы все говорили вау а потом когда начинаешь играть она просто станет скучным дерьмом вот ну посмотрим что будет я надеюсь что это не будет очередной я не знает клон assassin creed с съездой на машинах потому что assassin creed выпускает каждый год и каждый год они его штампуют то есть они говорят блин если люди берут но не в открытую говорят на своих пресс-конференциях что если народ хавы то почему бы нам не выпускать эту игру вот то есть они как бы работают на деньги на спрос спрос есть будем выпускать нет спроса нахер нам эту затею а то что игра там херня не херня им пофигу не можно сказать сейчас выпускать средненькие такие игры каких-то шедевров от них ждать даже и не приходится ну это лично мое мнение поэтому вич dogs мы посмотрим я думаю что она будет кривовато и вот честно вам скажу что это блин дурацкий сюжет убили ребенка он мстит ну мститель блять все заебись и что теперь с этого мстителем не то взять ну в общем это и мое мнение что игра будут не такой крутой потому что на данный момент игры с открытой мере вот сейчас лидирует gta 5 то есть когда gta 5 будут на компьютере вы поиграете в each dogs вы поиграете в gta 5 и поймете что в each dogs говно но это лишь мое мнение как тебе playstation 4 но вот с выходом инфеймос я понял что playstation 4 это очень круто не в большие возможности потому что во первых на начальном этапе когда выходит консоли и выходят первые такие стоящие игры они еще как бы не достигает предела своих возможностей ну можно так сказать потому что допустим самая технологичная игра на playstation 3 вышла уже под конец под закат ее всей из ну как сказать не история с жизненного цикла это был и как анчарты 3 то есть там была безумнейшая графика она получала призы на международных выставках как самая лучшая графика года то есть несмотря на то что консоли дофигище уже лет было но консоль получала такую награду поэтому сейчас я думаю что очень большие перспективы судя по инфеймос я понял это что есть куда расти им судя по killzone также есть куда расти ну хотя с точки зрения графической все если понятно то остается лишь просто делать очень красный классный сюжет и это будет уже крут то есть консоль да она классная правда на данный момент она лидирует и по продажам и по всему вот уже кстати вопрос что лучше gta 5 или watch dogs я уже ответил ты фанат gta ну нет я бы не сказал что я фанат gta просто мне нравится gta последняя часть если у тебя суперник соперник может хотел сказать да не знаю насчет соперников если расценивать вообще весь youtube то тут так поделено что когда ты начинаешь у тебя очень много большое количество соперников просто огромнейшее то есть помимо того что ты как бы если вот берешь летсплей как и как мы взяли что летсплей очень такая узкая тема и в этой теме достаточно тяжело продвигаться допустим даже есть мнение что вот если майнкрафтер набрал 100 подписчиков 100 тысяч подписчиков то обычному летсплееру но это будет приравниваться наверно один к двум или может даже один к трем если человек наберет полу сплея такое количество потому что ну майнкрафт как бы легче набирать людей очень ну как бы просто нужно снимать и все как ты строишь дом бегаешь вот ну вот сплей это узкая тематика достаточно но я думаю что я что-то привношу не новое по крайней мере а что-то свое в эту в эту большую область в которой очень много задействовано каналов допустим я тут недавно смотрел наш канал находится на 232 месте среди всех игровых каналов то есть я считаю что это очень круто ну игровых каналов россии по крайней мере то есть я считаю что это круто да на самом деле это здорово 232 место это конечно не первая десятка даже не первая сотня но первое 300 к так сказать и с учетом того что канал существует ну почти два года даже полтора года может быть то это мне кажется нормальный результат будем двигаться дальше с вами и будем дальше развиваться ну а так ну блин соперники не знаю это может сказать конечно же конкуренции допустим что когда-то какой-нибудь очень крупный летсплеер выпускает прохождение и ты выпускаешь прохождение то естественно у него посмотрит большинство а потом уже у тебя но я думаю что у нас еще все впереди мы набираем енотов с каждым днем скоро у нас уже пятьдесят целых тысяч это очень круто поэтому будем ожидать ну как ожидать будем просто работать будем снимать будем жить дальше вот так тут картинка и love you и not спасибо тогда вот тут как бы вот у нас есть зомби-мометр который показывает сколько подписчиков на канале вот тут было 5000 подписчиков на тот момент когда бывает картинка так дальше вопрос виктора губа иного можешь как-то так нарисовать на тему варфейсе объясню почему ты не хочешь играть в эту игру ну хотя попробуй ну к сожалению варфейс не хочу играть смотрел обзоры просто хватает некоторых мнений критиков насчет этой игры вот и все насчет так нарисовать но я думаю смогу но рисовать не хочу сейчас вот дальше как ты относишься к рашен вайн вообще без понятия кто это как ты думаешь выйдете мафия 3 будет ли она но я думаю что будет потому что вот во первых этот как бы бренд можно так назвать айпи мафия он очень уже раскручен да то есть это можно сказать похлеще чем какой-то ассасин крит он раскручен но как бы игры по данной игре нельзя выпускать как ассасин крит потому что ну понятно что все любят мафию за то что это проработанная игра до мелочей не так как ассасин крит раз в год выпускать это дерьмо ну честно признаюсь они как бы выпускают одно и то же меняет как бы обстановку ну грубо говоря меняет карту в этот раз были пираты следующий раз будут чё там франция по моему потом сделать египет потом китай потом блин я не знаю сделают россию в конце концов я думаю слова мои будут пророческими россии представляете ассасин крит проси прыгает он на балкон и бабка такая ему клюшка куда пошел сучок и так на его палкой в спину и падает вот блин это уже будет край конечно же поэтому я считаю что мафию до выйдет ну просто игра такая что ее долго делать потому что нужно много истории изучать необходимо как бы все эти все детали того времени мелочи и так далее соблюсти что очень сложно я считаю потому что если gta 5 выходил ну вроде как современный мир да понятно что тут есть и пародия на фейсбук там социальные сети и прочее 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 то тут как бы посложнее будет нужно именно передать дух того времени поэтому я считаю что будет она будет классной игрой мне кажется было бы круто если бы они взяли и сделали перевыпуск первой мафии это был вообще шикарно я считаю добавили бы модернизировали сделали на но и графики с новой физикой все было бы круто я вот считаю что это просто отличная идея я думаю что вы меня поддержите кто заставки лайк вот считаешь если ты всех енотов друзьями сдам помог бы ты в сложную ситуацию ну да наверное считаю потому что я не считаю как бы подписчиков кто смотрит наш канал вообще как каких-то ну знаете как фанаты то есть это для меня до сих пор дико кто их добавляется пишет о привет я твой фанат ну блин или вау ты меня добавил пишут конечно меня это радует но я как бы им пишу что типа ничего особенного идея не пишет о это надо заскринить мне ответил сам енот но я им пишу что ничего особенного я всем отвечаю поэтому этим никого не удивишь так что ну я считаю конечно товарищами и если будет какая-нибудь сложная ситуация конечно можно помочь минимум советом мечта вот и все смотришь ли тут ты задрот ну да конечно задрот ну не знаю насчет задрота это сложно сказать для меня сейчас нет такого жизни понятия как задрот может быть раньше когда я учился в школе я был задрот я задротил в морпг такие как линейдж и прочее по несколько часов мог сутками я помню сидеть в данных играх но сейчас как-то я думаю что нет такого скубиду вот поэтому ну вряд ли сейчас задрот ну вообще что такое задрот я не знаю это тот кто целый день сидит за компьютером да блин я на работе сижу с 8 до 6 за компьютером потому что работа такая и чё это я задрот ну да задрот ну чё поделаешь а зато и делаю полезное дело вот так что сложно сказать смотришь это ты топ гир но топ гир я не смотрю просто не смотрю все ну некогда потому что когда ты вот работаешь и при этом снимаешь какие-либо видеоролики то у тебя очень мало времени на самом-то деле то есть после работы я прихожу либо я у меня есть силы снимать видео либо и снимая как сейчас 4 часа утра это видео поэтому по разному вот так 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 поэтому редко дает смотреть подобные передачи иногда удается посмотреть насчет расист да я думаю вряд ли просто ненавижу этих черножоках ниггеров да шучу конечно да нет на самом деле вряд ли расчист так давайте дальше павел какие же и спрашивает как мне получить автографа тебя ну слушай павел блин напиши мне в личку пожалуйста потому что и нет не работает не работает когда заработает я тебе оставлю автограф да и кто хочет тоже напишите и сделаю вот если у тебя машина в gta 5 любимая это нет абсолютно нет какой у тебя любимый фильм ну наверное это список шиндлера вот отличный фирму фильм ваня скорняков спрашивает будешь ли ты снимать far cry смотришь ли ты хоккей и хотя бы ты чтоб катя родил у тебя ребенка да лучше наверно трех да нет куда 3 ну как минимум два насчет будешь ли ты снимать far cry ну да нет far cry не буду снимать пусть я почти прошел ну когда играла соло без записи я как бы играл в нее ну можно сказать когда канал на канале не было столько большое количество как сказать людей поэтому я просто в нее играл вот и все то есть сам для себя смотришь ли ты хоккей ну нет не смотрю и не особо нравится как хоккей так и футбол насчет детей я уже сказал семён белого спрашивает будешь ли ты снимать gta 5 онлайн если да то когда вопрос играл ли ты в gta онлайн какой там уровень бла 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 ну в общем gta 5 онлайн не играл уже отвечал на вопрос потому что у меня пиратка вот и все вот вот и весь ответ на вопрос почему я не это опять онлайн давайте дальше пойдем евгений ревенков спрашивает какие блюда ты любишь ты посмотрел то чука на который я ссылку давал енот который если помнишь блин скорее всего посмотрел уже не помню насчет блюда люблю макароны по-флотски люблю ну суши люблю ну когда сам делаешь что конечно это любишь делать вот то есть мы сами делаем же на видео есть на канале вот потом что еще можно сказать да просто люблю какой вкусняшки всякие там профит роли и прочее он такую ружу уже отъел так давайте дальше артем чатриан спрашивает если планшет дороже есть работы я сейчас логистом в производственной логистики водили производственной логистики персонаж любимый тревер порода у sony сибирская в живое в челябинске ну вряд ли будут снимать игры на планшет буш ли ты снимать мифы и легенды gta 5 ну вот скорее всего да как закончим сколько лет сони и катис катис 22 а сони уже год полтора сайте сколько соня спит просто долбит сейчас покажу попробую показать как она долбит так не тут не видно нифига ну вот этот барсучок сейчас как бы направил камеру и она долбит долбит 4 часа утра хозяин ты чё давай спи но я к сожалению проснулся потому что рано уснул насчет автографа я уже писал но сны последнее время мне редко снятся потому что просто мало спишь и они не успевают просто сниться так влад никудин попробуй стричь с тревером с майклом и попробуй его убить странная затея когда будешь проходить все конца но уже как бы проходим 22 марта успешно я считаю поэтому сейчас буду до проходить привет малик там султанов спрашивают какие у тебя ассоциации с кавказом чечней ну наверно ассоциации низкие приоры и горячие парни и зеленый цвет не знаю почему зеленый просто зеленый цвет твои родители живут в городе но нет мои родители живут за городом потому что там свежий воздух все дела вот как часто пьешь колу ну на самом деле сейчас задумался что не очень часто насчет автографа ну пиши в личку я оставлю как будто нет как ты относишься к дрифту пробовал ли ты дрифтануть но нет не пробовал зачем не это ерунда какая твоя любимая музыкальная группа ну даже сложно сказать много ну давайте отвечу нирвана поэтому так честнее никита кузнецов спрашивает хотела бы ты провести конкурс на канале деньги выручены с которого отправляется беднякам инвалидам или на лечение больных детей с онкологическими заболеваниями ну хороший конкурс но только получается кто участвует должен жертвовать деньги что ли получается так ну круто конечно удать пока всякие благотворительность отложим вот и потом возможно будем делать добрые дела прям добрые дела не так что просто приехал ты в детский дом и отдал деньги и потом директор на них купила себе шубу или купила еды и свою жопу чтобы растить в общем надо это продумывать даниил корчагин спрашивает если ты бы смог выбрать три способности то какие ну наверное я бы выбрал способность делать людей бессмертными то есть и сам бы тоже делать сам себя бессмертным вот такую способность также бы из лечения то есть от всех болячек болезней и прочего вот тоже такая способность и скорее всего ну какая же еще но я не знаю я бы выбрал такую плохую способность как уметь управлять людьми ну просто и все человек делает что-то тебе надо такая подлая конечно способность но кто сказал что я мистер добряк что-то и доброе я буду делать правильно ведь лечить людей ну дальше давайте мог бы ты загадать три желания ну я бы пожелал эти три способности ну если третий вопрос как гибни был ну короче как ты думаешь выйдет ли half-life 3 и нравится ли те другие части насчет автографа также пиши в личку по моменте ставил ну насчет half-life 3 многие ждут многие даже не играли в half-life ну я думаю что с точки зрения экономического эффекта игра будет провальный ну честно говорю потому что данная игра рассчитана на ну как сказать на тех кто играл в те игры кому они нравились те игры были для того времени прорывом я может быть сейчас вас обманул но по моему half-life была лучшей игрой 2002 года что ли ли когда потому что вторая half-life уже вот честно не помню то ли десять лет назад скорее всего больше уже чем 10 лет назад то ли в 2002 блин у меня где-то даже был диск сейчас не вижу можно было на нем посмотреть он видим на балконе движет вместе со всеми дисками ну смысл подождите я хочу найти эх нет ни хера у меня нету диска ну в общем смысл следующем что на то время когда выходила half-life 2 она была прорывом в индустрии там было много интересных ну по сути было все то же самое просто был классный сюжет хорош шутер и так далее значит чаш не момент если выпускать такой же шутер но с новой графикой не добьется успеха потому что в шутерах сейчас просто нужно большое очень разнообразие потому что они становятся скучными даже если посмотреть на новый kill zone для playstation 4 там есть сюжет отличный ну как отличный нормальный сюжет есть там много интересных идей как полеты в космосе как управление этим мини роботиком потом просто стрельба по различные способности что еще ну тактика несколько путей как бы прохождений ну враги красивая графика ну в общем я не знаю что можно еще в шутерах сделать но смысл в том что в half-life и новые если будут 3 часть то слишком мало честно слишком мало там вообще можно засунуть потому что игра это такая что персонаж там всегда молчит всегда абсолютно молчит ну то есть смысл в том что когда мы играли в half-life первой части мы как бы думали что мы как бы герой да что на самом деле вживались в роль гордона фримена то есть нами как бы общались но мы молчали вот то сейчас это уже мне кажется не прокатит то есть нужен очень харизматичная первых персонаж для шутеров чтобы они были какими-то прям вау и поэтому я понимаю гейб ньюбл ньюа ньюбл а в общем а создатели steam что это не окупится идеей поэтому он и не выпускает я думаю поэтому хотя там мне кажется есть куда сюжет сделать ну в какую сторону развить но это все мои мысли давайте дальше руслан измайлов спрашивает как относится майнкрафта ну на самом деле я и не играл он не уж надоел сколько у тебя игр на пк до фигище самом деле даже могу сказать сколько будешь ли ты проявлять мифы егор краснецкий ну я уже отвечал на этот вопрос олег состава пушит ли ты играть женой mortal kombat ну наверно можно делать это как рубрика и девушка играет первый раз на данный момент жена как бы сейчас уволилась ну пока нет работы но можем позаписать мы можем много позаписать вот так роман и говоришь кив говоришь кив видимо украинская фамилия скорее всего у меня такие вопросы будешь ли ты проводить конкурс на gta 5 вряд ли любишь ли ты проската свечами лос-анджелес ну в общем в гта я играю когда записываю все что вы видите это ну то есть вся гта в которую я играл это вот под запись все есть на канале я просто не катаюсь денис зубков спрашивает играл ли ты в гта с андре с читами ну конечно играл смотришь ли ты ютуберов который снимает не майнкрафт нет то что я не быстро время найти свои видео поделать вот твой любимое животное еще мне нравится хомячки и кролики а еще не знаю наверно мне нравится рысь очень величественное животное ну и бегемоты опасные очень звери в африке ты живешь в челябинске да я живу в челябинске как думаешь ты изучать не знаю везение странная штука вроде ты думаешь бац поезло на самом деле это просто ряд факторов которые помогли этому поэтому давайте ответим что не знаю ждешь ли ты третью халфу я бы подождал конечно не особо ждал почему ты на заставке приведешь ты парк на пись playstation потому что я другой обложки не нашел банальные банально да но я другой обложки нашел ты играл ли в нфс underground да конечно играл читал ли ты войну и миру да читал ну как читал блин признаюсь читал я в кратком содержании там 14 страниц и потому что на то время мне казалось чтобы охренеть это столько читать давай охренели у меня нет столько времени мне нужно качать свой персонажа блин эти поэтому я прочитаю в кратком ну чё поделаешь сейчас конечно я понимаю что блин надо было читать столько времени у меня было и что сейчас я как бы не могу себе позволить почитать но надо я думаю положить одну первую часть книжки туалет я дочитаю там потом вторую и так далее хорошее место кстати откуда возникла идея со стендом на плакаты на самом деле со стендом возникла идея ну просто захотелось чтобы не просто был фон как какая-то квартира какая-то комната чтобы там жена с огурцами халатик и мимо не ходила ползком к себе за стол а просто хотелось чтобы все было спокойно нормально и и как бы я и думаю что это придает определенную атмосферу игровую то есть я вроде не видел чтобы кто-то еще делал так же такой нет видел одного человека кто так же делал вот ну я чё посмотрел я думаю что он у меня банальный день спер вот либо он тоже увидел у кого-то даже у двух человек до у один точно спер идея поэтому он знаю но он вряд ли это видео смотрит потому что он тоже видео блогер вряд ли смотрит чужие видео какой телефон у меня телефон htc incredible s дальше коля аксёна спрашивает собирал ли ты комп или брал готовым я его собирал во сколько обошел свой компьютер ну и сейчас сложно сказать но 1050 у меня он четырех ядерный назови самую крутую игру с крутым сюжетом фаренгейт и фаренгейт вот крутой сюжет оставь мне автограф напиши в личку покажешь ли ты журналы ну покупаешь ли журнал лучше раньше покупал раньше тут с 2000 года до подождите да с 2000 года я каждый месяц покупал журнал игромания вот вот так вот то есть у меня была большая стопка но потом я дал бабушке все прошли они стали вдруг не нужны и она их сожгла думаю в бане в бане в саду поэтому так ну сейчас уже не покупаю нафиг не нужны мне журнал пашу интернет есть и можно любую новость в интернете посмотреть и почему у тебя нет партнерки ну партнерка есть maker studio рпм классный партнер кстати вот поэтому так как на относится к арт-корным играм ну положительно вот допустим dark soul 2 мы проходим ну как пока приостановлено проходя и но потом возобновится и мы до пройдем так насчет сколько мне лет алексей шевченко мне 22 да я уже странный старик и вот несколько вопросов помнишь ли ты от дениса метинского помнишь ли ты какой-нибудь стих нет не помню буш ли ты проходить игру godfather 12 но к сожалению нет я их и проходил и были у тебя травмы детстве или когда-то снимался боксом то нет травм никаких не было бокс вообще по сути знаете такой и спорт не травмоопасность что ли ну честно скажу если ты как бы занимаешься если ты не просто ходишь так балду попинать то конечно же у тебя и травм ты никаких не будут на самом деле блин откуда быть травмом если ты как бы занимаешься уклоняешься ну то есть как бы тренировка не такая вообще на боксе или где-то еще что ты занимаешься тебя избивает нет конечно те учат наоборот чтоб тебя не избивали чтоб ты уклонялся от ударов вообще ну я помню за сколько сколько и занимался года 23 за всю историю сколько занимался и при этом ящики кикбоксингом занимался в основном кикбоксингом и боксом вот то есть я как на две тренировки подряд мог ходить то есть утром был кикбоксинга потом в 9 часов был бокс и я и туда и туда успевал вот то есть если на кикбоксинг ну блин вот за эти время за три года мне максимум разбивали нос ну то есть просто Кровь могла пойти из носа и все Но это очень редкий случай Когда я Пропускал Такой нехороший удар Просто налетал на руку Это было Так, чтобы какие-то травмы Да какие травмы, это же тренировка И блин, никто тебя Сильно бить не будет и калечить Это все понимают, потому что если тебя покалечат То ты завтра уже не придешь И так далее, ну и тренер тоже Должен это понимать Вот, ну хотя и защищаться Тоже надо, поэтому может попасть Давайте дальше, у меня как бы пинент кончился Я буду с HTC Отчитать вопросы, будешь ли ты Играть в Titanfall у Дима Корниенко Ну, к сожалению, я не играл У меня нету ключа Поэтому вряд ли Данил Васильев спрашивает Ваш любимое животное, кроме енотов Кошка, давайте этим Какой жанр музыки, рок, отношение к курению Негативное Если к вам кто приходил за зубиком Мышка или зубная фея За зубиком мне приходил Стоматолог Щипцами такими, как плоскобуцы Это сейчас все как-то целизовано А тогда Такие плоскобуцы, блять И так хуяк и все Зуба нет Вот было такое ужасное Десно, а что вы делали, когда Остались один на всей планете С открытыми магазинами? Ну, если бы я остался один То я бы, наверное, сдох Это правда Потому что одному скучно жить Вообще в жизни Будешь ли ты играть в Stalker? Ну, или я попробую найти еще кого-то Но если такие условия, что прямо один-один Ну, проще умереть Потому что скучно жить Будешь ли ты играть в Stalker? Андрей Терещенко спрашивает Ну, Stalker Ну, не знаю Может быть потом Василий Житарь спрашивает Есть ли возможно сделать сходки В Garry's Mod Dota PlanetSide Ну да, возможно Потом сделаем Насчет автографа Пишем личку Если Саитосано спрашивает Какая твоя мечта? Да сложно сказать Какая мечта Моя мечта, конечно же Чтобы люди все Жили безбедно Никто не болел Жили долго Чтобы придумали какое-нибудь лекарство От старости Ну и полететь в космос Потому что Ну, космос это круто Я считаю Мне кажется, что это очень здорово То есть Вот такая мечта А так Знаете Мечтать о том Что можешь сделать в реальности Это просто цель Я считаю Захотел и сделал Взял и добился Как ты относишься Никита Шилов Спрашивает К инвалидам Есть ли у тебя друзья Среди таких людей Как у вас Благоустроено Все для них в городе Лично у нас Ни хрена Поэтому Приходит сидеть дома Вот он говорит Никита Шилов Ну, точнее Николай Шилов Ну, насчет того Что Как у нас все обустроено Но я думаю Все так же Как и везде Дерьмово Даже в Москве Для инвалидов Никаких Условий нету Насчет того Что От моего отношения Да, в принципе Нормальные отношения Может это неправильно Что Как бы Относиться к ним Как к обычным людям То есть Они ведь Ну, ничем не проединились Просто Чуть-чуть другие Ну И в целом-то Все То есть Такие же люди С такой же головой С такими же мыслями Поэтому Я не считаю Что Как-то нужно К ним по-особому Относиться Я понимаю Что государство Должно помогать Субсидии И так далее Но Наше государство К этому Ну Вообще Никак Нет Ну Вообще Ничего не хочет делать Поэтому Сложно сказать Конечно же Ну В таком мире Мы живем Вот Насчет Товарищей Прям Из близкого окружения Ну Я думаю Что Нет таких Вот Какая тебе игра Больше нравится GTA 5 Или Infamous Ну Мне нравится Больше Infamous Если честно Сделаю Хотя GTA 5 Тоже Крутая Сделай Это для безумия В GTA Так Леон писал Почти Везде Где можно И нельзя Хотелось бы Видеть твои обзоры С матом Видео выглядит Как по мне Намного живее Интереснее Что ли Ну Просил Чтоб видео лайкнули Что если хотят Люди с матом Женя Муравлев Но к сожалению Люди Не хотят Видимо С матом Да и я Как-то Не особо Матерюсь Иногда В редких Случах Вот Матерюсь Данил Казатов Любишь ли ты Стратегии Ну да Такие как Старенькие Эпоха Империи Ну и так далее Я думаю Казаки Если кто Помнишь Этот Стронхолд Будешь ли ты Проходить Дейс Данил Авдиенко Ну Дейс Сложно сказать Потому что Она как бы Лагает И вряд ли Хочется И вообще Играть В лагат В игру Которая Лагает Просто Вы вот Говорите Оптимизировать А когда ты Начинаешь Запись Вся твоя Оптимизация В дерьмо Улетает Потому что На 50% Ровно Скорость Кадров Режется Если ты Добьешься То у тебя До 15% Снизится И 15% Ну 15 кадров Секунды Это знаете Вот такой Слоумо Короче И вообще Полный бред Играть в такие игры Почему ты сидишь На деревянном стуле А не на Компьютерном кресле Никита Кузнецов Ну насчет Блин У меня просто Банально Ну я не знаю Ну не хочу Тратиться На кресло Я бы конечно Купил себе Кожаное кресло Как у Топ Ютуберов Но К сожалению Мне пока И на Обычном Сидится Неплохо Потому что На мягком Сидит Жопа Заболит Так Никита Кузнецов Он очень большой Написал вопрос По фантастике По мистике Ну в общем Спрашивает Какой бы ты Мир хотел попасть Я бы наверное Хотел попасть Я не знаю Мне кажется В мир Властелина колец Либо в мир Гарри Поттера Было бы очень круто То есть Это Блин Волшебство Или же Среднеяковия Орки Эльфы Ну Скорее всего Круче было бы Попасть Наверное В мир Блин Властелина колец Там Круто было бы Да На самом деле Хотя Блин Лучше бы В Гарри Поттере Мир Там хоть Современность И Волшебство Вот Еще один вопрос Про Дерянный стул Удомно ли на нем Вова Ерменко Ерменко Будешь ли ты Вся Констант Играть за плохого Ну я играю за плохого И Откуда у тебя Шрам на шее Ну Кто-то заметил Шрам на это Ну это шрам У меня просто Вырезали в детстве Операция была Вот и все Саша Петхов Бушли ты Делать видео О карте Авермедия Ну Я не знаю Я думаю Нет смысла Может быть потом Если кому-то интересно Мне кажется Или ты забросил Прохождение GTA 5 Ну на самом деле Чтобы поиграть в GTA 5 Мне нужно все Переподключать Я как бы Порой ленився Это делать Поэтому вот так вот Так И давайте Последняя страница Вопросов Передаю привет маме Папе Привет Маме Папе Михаилу Карлинскому Тебе нравится Undertaken Рестлинг Бой Михаил Бойко Ну Рестлинг Конечно Нравился В детстве Сейчас уже Нет Будешь ли ты Проходить За хорошего Персонажа В Infamous Да Определенно Интересно Как там Вообще Все будет Так Левом Левом Мисси Спрашивает Когда будет Electronic Arts MOA За игрока Ну К сожалению Она кривоватая Данная игра Почему Не делать стримы Кстати Скоро Через 3 дня У нас Уберут Все страйки На канале И возможно Дадут Возможность Стримить И попробуем Постримить В прямом эфире Прям В прямом эфире Так Насчет Вот рубрики Успеть за 60 секунд Просто руки До нее Не дошли Я обязательно Зайду В тот скайп И добавлю вас всех Так Каких ты смотришь Спейщиков Не смотрю Какой боксер Тенрайдс Ну Скорее всего Блин Ну Мухаммед Али Давайте Отвечу Так Какой блюд Так Как ты относишь К политике Ну Там Вообще Цирку Я даже Всуваться Не хочу В это Дерьмо Что лучше Завелки Нет Не дерьмо В смысле В Украине А в смысле То что там Сейчас происходит Туда Просто Кунаться Там Нахер Не надо В общем Жизнь покажет Кто прав Кто виноват В Украине Леха Зайц Спрашивает Мог бы ты им В выпуске Но Отвечает Передать Привет Привет Леха Зайцев Просто Банальный Привет Виталик Лукьян Спрашивает Какая твоя Любимая игра Ну Насчет игра Сильвер игра И Поиграй Советую В Пеперсплиз Андрей Что ты планируешь Делать на 50 тысяч Подписчиков Наверное Нахуярится В хлам И при этом У нас будут Стримы К тому времени И поэтому Буду Ухуярить В хлам В онлайне В живом Времени Шучу Конечно Ну Можно попробовать Это Вот И юзер Может так Делать Почему Нам Нельзя Так Не понял От Миши Мельника На украинский Задал вопрос Просто Я думал Что украинский Как бы Похоже С русским Но Этот вопрос Как-то Мне показал Странным Купишь ли ты Иксбокс Ван Нет Потому что Иксбокс Терьмо К сожалению Ага Пишет Что Это будут Море Эпичных Эксклюзивов Ну К сожалению На Иксбоксе Вообще Так Эксклюзивов Там Особо И нет Так 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 Тут Срач Народ Развел Андрей От Ракшин Спрашивает Какой Монитор Монитор Бэнк 27 дюймов Марка Сейчас Такой Уже Нет Видеокарту Посоветуют GTX 770 780 Брать Невыгода Потому что Она Очень Дорогая 770 Нормальная Особая Ну От Производительности А то Ну На 10 Процентов Может Лишь Отвечать Будешь ли ты Играть Фэнфейм Сэпенцам Пройдись Загород И что У тебя Там Ну И в общем То Все Вопросы Которые Были Вконтакте На ютубе К сожалению Вот тут Немного Вопросов Но давайте Я посмотрю Так 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 Что Подвигнуло Тебя Пойти На бокс Вот Интересный Вопрос Ну Наверное То Что Просто Захотел Что Сделать Такое В жизни Ну Как Я И Блин Я думал Блин Что Почему Вот Что Сделать Вообще Ну То 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 В этом Плане То Что То Хотелось Такого Необычного Сделать Я Конечно У Мне Был Определенный Страх Потому Что Я Никогда Спортом Не Снимался Для этого Тут Пойду На бокс Ну И Втянулся И Это Было Круто Это Наверное Были Одни Из Лучших Годов Когда Ты Приходишь С утра В 6 Часов На Тренировку Тренируешься Часа 2 3 Потом Идешь В душ Кушаешь Потом Сидишь На Паре Ну Почти Спишь И Едешь Домой Это Было Круто Да Я Считаю Что Это Очень Здоровское Время Было Может Быть Как Нибудь Снова Зайнусь Вот Так 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 Почему У тебя Плавлив Есть Так Енота Отвечает Первое Видео Ноль А не Первое Я Не Знаю Почему Насчет Я Допройду Инфеймлесс Так Что Не Переживай Я Как Тебя Зовут Меня Закандри Максимов Так Так Будешь Ни Так Спор Не Знаю Можно Поиграть Я Живу В Челябинске